всем привет мои дорогие друзья и гости канала рад вас приветствовать на своем канале понедельник у нас было видео о том что к нам приехали мускусная утятка французской линии так наш день не закончился вторник я поехал забирать свою карточку так как у меня и воскресенье при покупке зерна я снимал деньги в банкомате у меня карточку опять банкомат сожрал и мне ее не вернул понедельник я никуда не ездил потому что ждали утят во вторник поехал за карточкой но на этом день у нас не закончился после этого я попал к человеку который смотрит мой канал этот человек живет нашей деревне и сделал это человек мне подарки вот подарки одни изо всех это фиалочки вот которые здесь стоят одна у нас цветет и две еще вот здесь посажено в этом горшочке вот такие такой новый цветочек появился на нашем подоконнике но и здесь наши орхидеи сегодня у нас уже четверг сейчас вам расскажу как проходил у нас это проходила эта неделя пока я в доме покажу вам еще вот творожную запеканку с изюмом это из козьего творога вот такая вкусная получилась у нас запеканочка святик пока спит он еще ее не распробовал в первую очередь у нас всегда пропадает из всех запеканок из выпечек это изюм потому что он его очень любит вот такой целый ящик помидор мне подарила моя подписчица еще мне дали цветы чтобы посадить я посажу они повсходят за цвету тогда увидите какая будет красота здесь у нас горгина и гладиолусы помидоры здесь у нас разных сортов всех по несколько штучек так что вот такую рассаду мы теперь имеем очень приятно получать подарки и так здесь у нас есть еще синенькие и вот такие цветы будучи еще на левом берегу у нас каминском я зашел на рынок и купить для себя вот еще два вот таких кабачка которых уже нужно высаживать но так как у меня в среду был день лентея я ничего не делал тем более у нас еще и шел дождь было холодно такая противная сарая погода и ничего делать не хотелось на рынке у нас рассада вся по 2 гривны кабачки вот эти были по 5 а так перец помидоры капуста баклажаны все по 2 гривны так что вот такие у нас новости за вторник среду как я уже сказал у нас был день лентея я вообще ничего не делал управился только с птицами и на этом у нас дело закончилось пошли со сядком потом пасти коз перестелили здесь утятком пеленочки и принес я сюда цеплят маранчиков из дома и итальянскую несушку которая вылупилась утятки наши немножечко обжились стали интересненькие начали уже нормально кушать пить водичку спаилок уже не хорошенькие вот такие они у нас красавчики неоднократно спрашивали в комментариях цену откуда где брали кто заводчик кто поставщик я в прошлом видео когда показывал этих утят я вам говорил этого всего не спрашивайте потому что я не буду говорить не потому что я не хочу этого говорить а потому что меня попросили я не могу это все озвучивать для всеобщее обозрение так что не обижайтесь но есть так как есть утятки ростут мне кажется они даже немножечко уже стали побольше они меня радуют хорошенькие кто смотрит видео первый раз это утятки французской линии тяжелой мускусной утки белого окраса а вот здесь у нас цеплята геркулес мясо яичная порода кур некроса порода порода кур геркулес вот такие наши цеплятки они уже достаточно такие крупные взросленькие нам уже месяц если я не ошибаюсь плюс-минус может немножко меньше но они растут очень хорошо крупненькие здоровенькие может быть будет кому-то интересно могу немножко отсюда от продать потому что здесь у меня в районе 60 штук этих цеплят у меня еще есть и галашейки поэтому для меня всех цеплят будет много так что кому интересно кто хочет приобрести хороший мясо яичный породу кур можете писать комментариях с радостью ответил цеплятка крепкие здоровые сейчас кушают уже зерносмесь но содержится еще в брудере на их уже давно можно выпускать на свободу а еще среда у меня началась с того что я пришел утром рано доить розу и обнаружил ее без одного рога так как ее обезроживали еще прежние хозяева когда мы ее купили нам сказали что рога у нее отпадут вот один рог у нее уже отпал конечно зрелище не сприятны хорошо что крови много не было так как рог уже наверное отсыхал он уже практически отсох и просто отвалился у нее но молоко она сбавила так как у нее конечно же это все болит ей неприятно мы это все заделали чтобы не было там никакой раны но все равно у нее дискомфорт а вот наши галашейки такие здесь наши мускусные утятки эти я немножечко тоже могу продать чтобы отбить немножко кормов здесь я вам показывал сидела утка сделала себе гнездо на земле здесь было такое захламление старые доски были какой-то ненужный ковер здесь валялся и утка там начала нести яйца села на гнездо так как она яйца пораздавливала я вам показывал потом на их задавила общем утку я отсюда убрал здесь все поубирал я привез сюда несколько тачек песка все здесь разровнял и переселил сюда уже наших индюшат так как с цыплятами и с утятами им там уже тесно тем более что птичка это довольно таки деликатная они не хотят сидеть сырости не хотят быть в грязи да я не хочу чтобы они так росли я убрал их на их постоянное место жительства у них вот здесь такой просторый выгул здесь у них будет сухенько чистенько постоянно у них будет корм стоять водичка насыпаем сюда зелень немного крапива люцерна лобода вот здесь они у нас теперь живут вот такой у них домик нужно будет еще как-то придумать чтобы они продолжить этот домик чтобы им было там много места до вечера я что-нибудь придумаю они конечно здесь себя чувствуют не как в раю но намного лучше нежели со всей оравой цыплят которые вечно голодные которые отбирают у них корма теперь у них корм в наличии постоянно постоянно есть вода чистая а не грязная которую делают утки так что им здесь намного лучше светит солнце песочек чистенько сухонько красота меня побила мускусная утка мои мускусные утки не хотят чтобы я зарабатывал деньги на них перестали все нестись практически садятся на гнезда начинают пищать когда я прихожу за яйцами начинают на меня набрасываться думать сколько уже можно забирать у нас яйца давай мы уже будем высиживать утят а то остаются они бездетными и начали они уже даже биться четыре утки упали на гнездах хотятами нет но все равно они сидят встают только чтобы покушать вот это наша здоровая мамашка тоже уже начинает пищать начинает рвать пух и сидит уже ночью и днем на гнезде но если на том подворье где мы только что с вами были у нас слава богу все в порядке несмотря на то что наши мораны дальше начинают не начинают а продолжают дохнуть я все-таки думаю что они все передохнут я уже с этим смирился что не делается то все делается к лучшему но здесь у нас на этом дворе есть немножечко потери на днях пропала индюшка красная сегодня мы с соседкой нашли остатки от индюшки у нее пшеница половина пшеницы перетолкли собаки там они наверное эту индюшку и сожрали так как мы нашли там только перья лапы и крылья и также пропала у меня одна черная уточка та которая приехала с киева бегуниха так она и не успела нам дать хорошее потомство она практически не неслась и так она у нас и пропала сюда наверное залез собака или лиса непонятно ну в общем хозяйство потерпела немножечко убытки у нас не стало индюшки и у нас не стало одной утки бегунихи а вот там под кустиком отдыхают наши уточки две уточки и два селезня тихие обедение в обеденный у них перерыв лакенфельдеры итальянская несушка гуси которых я уже снял с гнезда потому что уже им нет смысла там сидеть уже давно прошли все сроки тем более что там все яйца повзрывались под ними то чего им дурно сидеть гуся ты все равно не купил для того чтобы их подсадить пускай они уже ходят нечего им уже сидеть кто держит сельское хозяйство то те знают что без потерь никак либо кто-то придет украдет какая-то животина либо кто-то двуногий придет такое тоже бывает либо держит и держишь держишь молодняк все нормально потом уже взрослый этот цыпленок либо другая там живность потом как-то где-то пропадет либо сама сдохнет кто не держит кому хорошо кто держит тот должен быть готов ко всему бывает в жизни всякой так что к этому нужно относиться спокойно это нужно принимать потому что по-другому никак раньше я плакал переживал было обидно ну а сейчас уже ничего не изменишь конечно нужно чтобы было все закрыто нужно это все наперед как-то продумывать все делать чтобы было все нормально но все равно бывают разные случаи так что вот так они ходят за мной думают что я им открою сарай для того чтобы они зашли и сели на гнезда ну к сожалению девочки вам уже никто не даст чтобы вы садились потому что никакого толка с этого нет а здесь вот у нас теперь три индюшки которые насиживают и кочка которая сидела в сарае я тоже сбрасываю сбрасываю она не хочет вставать вот они сидят на тех подкладышах на гусиных яйцах здесь уже три индюшки и одна курица вот такие преданные наседки в общем дорогие друзья вот такие у меня дела все у нас по-прежнему все у нас по старому изменений больше в хозяйстве никаких у нас нет пока с покупкой теленка все стало на тормоза так как и деньги закончились и я впал в размышление брать ли маленького теленка либо все таки подождать собрать денежку и на осень уже взять глубоко стильную нетель первотелку чтобы она у меня отелилась осенью и быть уже с молоком так как сейчас выпаивать этого теленка водиться с ним туда-сюда получится что дешевле уже купить готовую стильную телку которая уже вот-вот скоро должна телиться такой вариант я уже присмотрел но вот пока мы еще в размышлениях ну а так больше ничего всем спасибо за просмотры за подписки за комментарии за поддержку за лайки дизлайки за хорошие советы за то что вы есть за то что интересуетесь нашей жизнью жизнь нашего хозяйства за то что заходите на канал всем всего хорошего мира счастья добра любви крепкого здоровья вам вашим родным близким цените каждым новым днем дорожите временем делайте добро и всего вам самого самого хорошего хорошего деревня моя деревянная дальняя смотрю на тебя я прикрывшись рукой ты в легком платочке июльского облака в веснушках черемух стоишь над водой ты в легком платочке июльского облака в веснушках черемух стоишь над водой родная моя деревенька колхозница смущенной улыбкой меня обожгла к тебе мое сердце по-прежнему просится а я все не еду дела и дела мне к южному морю нисколько не хочется душой не кривлю я о том говоря тебя называю по имени отчеству святая как век деревенька моя тебя называю по имени отчеству святая как хлеб деревенька моя деревня моя деревянная дальняя смотрю на тебя я прикрывшись рукой ты в легком платочке июльского облака в веснушках черемух стоишь над водой ты в легком платочке июльского облака в веснушках черемух стоишь над водой вот июльский так июльский тверх июльский